Мне кажется, когда обсуждают эту проблему, телегу ставят спереди лошади, обращают внимание на реакцию населения, считая это как бы причиной межнациональных конфликтов. Хотя на самом деле это следствие, это следствие совершенно избыточного и неконтролируемого привлечения рабочей силы, причем из стран с достаточно серьезным отличием в менталитете, стиле жизни и так далее. Я имею ввиду страны Центральной Азии, потому что присутствие почти миллиона украинцев и полумиллиона белорусов мы как-то не ощущаем у себя здесь, проблем никаких это не создает. Безусловно, во всем этом виноваты в первую очередь наши предприниматели замечательные, которые в погоне за сверхприбылью, явно совершенно занимаются вытеснением граждан России из широкого круга работ, связанных в первую очередь с низкой квалификацией. И все эти разговоры о том, ах, уйдут таджики, кто же у нас улицы будет подметать, да как в советские времена студенты будут подметать. Я вот студентом был подметал, а если сейчас платят, насколько я слышал, около 25 тысяч рублей за эту работу, то, наверное, для студента это было бы совсем неплохо, с утра метелки-то махать. То есть на самом деле это проблема не этих несчастных мигрантов, которым действительно, так сказать, для того, чтобы покормить семью, они сюда едут, они, так сказать, не ради красивой жизни. И работают-то они в ужасных условиях и живут здесь. А в первую очередь это проблема сращивания наших алчных предпринимателей с продажными чиновниками. И вот этот тандем как раз и создал вот эту всю проблему. А сейчас ее очень трудно решать. Когда уже миллионы здесь, очень трудно ее решать. Я не исключаю, что для ее решения придется пойти, может быть, на временное, но введение визового режима со странами Центральной Азии.